Я был в «Будокверсе» весь автозал, и с нами активисты, которые занимаются такими интерактивными... Кто смотрел фильм «Согласные на всё меняют мир»? «Согласные на всё меняют мир»? Я смотрел! Вот. Я был на съезде, которая организовывала эта организация совместно с организацией «350 Орг» климатической. И они делились тем, каким образом можно менять мир не насильственными сопротивлениями, а не насильственными. С позитивным, через позитив менять мир. И этим, собственно, хочу подлиться. То есть смотрим здесь. У нас видим мистерство и активизм. Это и есть столкновые частины, то есть штука, которую я называю активизм. То есть через мистерство мы принимаем усы. Давайте поговорим о том, что такое комедия. Давайте, чтобы диалог был наиболее донструктивным, чтобы вы тоже принимали в нем участь. Что для вас комедия? Можете поднимать руку? Работа. З комедии, когда смешно. Так, еще. Что такое комедия? Что такое комедия? Розважальность. Розважальность, когда смешно. Что еще? Безвучие суток. Что такое комедия? Безмейнение актуальных проблем. О, Весминева, актуальних проблем. Давайте тоді подумаем, згадаем Чарли Чаплина, «Эталон комедии». Это эпизод нового фильма. Нагадаю, кто еще не видел этот фильм, уявите, Чарли Чаплин грузит, там много людей грузят машину, и на машину, чтобы габаритный груз, по задам глядая еще до щечки, нужно поместить червоную тканину, которая заросновывается, червоная тканина. Знаете, что на машине, что базар червоный, и он может зачепить. И Чаплин запихнул, но как-то не очень хорошо держался, и оно выпало. А машина уже рушила, и нужно донать ее. Чаплин догоняет и лежит с червоной штучкой, запрещает за риг, а там за рогом парад коммунистов. И Чаплин выявляется первым, с червоным прапором коммунистов выявляется первым. Что это у нас на самом деле? На самом деле это правда и страждание, то есть боль. Правда, что таке на самом деле может быть. Каждый из нас может хотеть довомогти, поставить таблицу назад, в машину, но боль в том, что ты же не хотел опиниться в первом взводе коммунистов иди вперед. Можливо будет такая ситуация, что связано с другими людьми. То есть если мы видим какой-то правдивый момент, который реально может быть, но при этом выявляли такие эмоции, то нам это выявляется смешным. Такие еще небольшие акценти. Например, если нам нужно что-то сказать человеку, мы с помощью комедии можем что-то сказать. Например, у нас есть такая ситуация с человеком, которую мы не очень любим, но мы хотим, чтобы она не прямо сейчас нас била, поэтому нам нужно как-то через посмешку и гумор это рассказать. Для этого есть комедия, потому что в жизни активистов часто попадаются моменты, когда только за помощью обычных факторов и обычных действий мы не всегда можем споединиться. Часто люди не понимают жарт через то, что просто не имеют сфильмом понимания и не видят себе все истории. Ну, понимание, да? Если тебе рассказать историю про каких-то хипиков, которые манюпулируют, они говорят «Натрик-хлор не подъехал». То есть те, кто не знает, что такое натрик-хлор, а кто не знает, что вообще там не подъехал, они просто не смогут смеяться. И вот и все. Давайте разберем сейчас немного элементы жара. Что такое жара? То есть делать знакомые образы смешными. Это что? Сейчас очень популярно. Электронные мемы. То есть все видят, сначала один мем, другой мем, они меняются, и каждый раз что-то что-то интересное, что-то что-то привлекает нас посмираться. Або, например, что-то, с какими-то способом, который нам уже в голове есть. И до этого это классно. Далее ирония. Ну ирония, да? Так. Так. Мы смеемся, что-то вроде боляче, но мы все равно смеемся. Так. Абсурд. Это что-то такое, что происходит. То есть... И что я отчал, а завтра рогатый, веселый, какой-то пьяный, наполнительный. То есть абсурд. Я не понимаю, что это не было. Страждаем. Мне сказали, есть люди, которые вообще не понимают любые этих жарки, кроме абсурда. Потому что сучасное суспільство настолько уже выбилось от священного света, что они вообще ничего не понимают кроме того. Это лишь единственная штука, которая может оголочкой черкнуть их мозг, чтобы они что-то чувствовали. Далее. Страждаем. Ну, понятно. То есть кто-то страждает, а что страждает, какие-то страждают, и они вызывают какой-то смех. А, и что? И там, на голову упал молотополь. То есть кто-то может быть у меня. Пихатись. То есть кто-то настолько пихатый, что запихался, запихался, мусил его. То есть кто-то тоже умеет. Далее идем. Обман. То есть кто-то пытается каким-то образом нас уберить, но можно перекрутить так, но в жарстве сделать так, что он перекрутил сам себя. Або он пытается перекрутить. Ну, и что-то. Ну, это сериал. Так. Перебильшение. Ну, то есть, в принципе, мы видим очень часто, кто-то перебильшит свои возможности. Ну, сейчас я вам приклади покажу, думаю, вам будет цікаво. Неподходящий момент. То есть кто-то хочет, например, ну, очень часто признать себя в кохании. Знать, я тебя люблю. Она возвращается в жизнь. Ну, то есть момент, который не приходит. Непорозумение. Тоже какие-то такие моменты, когда меняют непорозумение между людьми, и они выявляются как жар для нас, то есть мы смеемся с этого. Ну, это хочу показать. Например, ну, это момент. Я никогда не любил тебя, когда мы впервые увидели, но через год я чувствую, что твои громы ждут меня. То есть, в принципе, в таком случае, нам это немного остается. Вот. Это абсурд. Ну, такого, на самом деле, не просто голову приводить людей, но... Что это у нас? Там написано, если ты можешь все читать, то перевернем. Это ирония. Что это? Ну, какой это тип? Мемы. А? Это мемы. Да, это раз, и мемы, и плюс преимущество. То есть, как говорится, мы не можем все делать. Да, я могу там ситься, через эти кироги с моих сядутками. То есть, какая это жарка? Подождите, у нас есть... Людина нормальная, появим образ. Людина нормальная, а свит, около него каженная. То есть, образ. Потом, иди, людина каженная, а свит нормальный. А свит перевернулся для человека. На разуме, что творится. Ну, она в таком моменте смешная. Людина перевернула свит, и что-то пошло не так. Людина против человека. Такие образы нам часто делают. То есть, кто лучше сделает, то есть и тот, и тот сделает что-то свит. И смешно это. Комичный персонаж против комичного персонажа. Один клоун, против другого клоуна, а просто комичный персонаж. Но в кино нам часто это показывают, демонстрируют. Комичный персонаж против нормального человека. Теж такой контрастик. Мы видим, что один комичный, а другой чёткий. Все нормально. Людина против себя. Например, какие-то классы эмоции. Я хочу там сделать 500 отжиманий. А у него ничего не находится. Вот так я. И нормальная жизнь у нас. И была нормальная-нормальная, а то стая комичная. И нам это часто показывают в фильмах, что обычная людина была нормальная, а то стала комичной. Переходим далее. Это очень частый сценарий для многих комедийных анекдотов. нам говорят, сидеть в камере и там есть инопланетянин, японец, и еще кто-то. И он первый скажет, я им постоянно трогаю. Другой езжу. Я им постоянно трогаю. А третий скажет, а что надо езжать? Ну короче, очень часто анекдоти делают таким образом, что первые два раза повторяются так же, а третий раз что-то вообще что-то выбивается. шокующий жаркий. Еще и существует такой прием, как тереза, негативная позиция и поспильная позиция. Ну, например, я проявил такой пример, как я первый раз делал. Например, активисты не могут остановить директора подготовки фабрики, но там могут остановить директора подготовки. Как вы думаете, шлякоперемоги? Шлякоперемоги, который используют активисты многих стран, по отношению к... Мы сейчас находимся на дефесте, активной методой которого есть захист прав тварин, и частью каждого из вас вы до этого долучены. И кто сейчас снимает, но меньше, то меньше, то меньше. Есть люди, которые, в основном, не пудровая фабрика сбивают, а есть тот, кто директор из пудровой фабрики. То есть, у этой пудровой фабрики есть директор, и у него есть домина, у него есть какое-то конкретное место, где он проживает. То есть, активисты уже давным давным используют активисты американских и европейских зоны этих организаций. То есть, мы переносим область, есть такая книжка называется «Кьютипл Фрабл». Кто читал всю книжку? Кто читал? Кто читал? Олечка, ты не читал? Ты не читал «Кьютипл Фрабл»? А, нет. В общем, я очень рада зайти на сайт «Кьютипл Фрабл». Это сборка, каким образом можно делать активизм в мире. «Кьютипл Фрабл»? Таким чином вы можете представить те приемы, которые там есть. Там очень много приемов, просто прочитайте. Скоро она, сподіваемся, она уже перекладается и сразу разрухируется в российскую «Кьютипл»? В общем, там очень много приемов. «Кьютипл Фрабл»? Таким образом, второй статистик выясняет выполнений «rente- Megутипл»? В общем, выясняет «Усть наша выкладка» обращаючи комфорта и, взагалі, иснування громади, а у него, в таком шикарном палаце, у него газонки, и сколько громады немало места на лесу. Вот, например, кто знает такую инициативу, как ШАХ? Кто начал про их деятельность? Катя? ШАХ – это радикальная, скажем так, инициатива, которая занимается тем, что они, вот тут есть такой кадр, который показывает конкретно на строительстве, например, компании, которая тестирует свои выработки на дварины, и что она тестирует свои выработки на дварины, она показывает, что в ШАХМЮ, они пытаются доказать людей, что, власне, вся самая компания, которая находится в своем офисе, чтобы люди, которые живут, видели, что здесь находится любовь, и это целая компания, которая занимается таким безчинством. Они демонстрируют фильмы, демонстрируют реальные факти прямо из этой фабрики, где, например, убивают дварины, где тестуются дварины, как тестуются дварины, они показывают все. Они очень активная деятельность довела до того, что в этом году все видят, кто может занимается этим, видят посты на контакте и на их сайте, что многие активисты просто затримали Ивангелие и судят, как криминальное порушение. Хотя они ничего не делали, они просто демонстрируют правду, которая есть на правде. И еще плюсом этой организации, потому что они очень много добиваются, плюсом, что у них есть разношерстные люди, которые до них довучаются, они разношерстные, это и мами с детьми, и просто активисты, и радикально меньше. То есть, много цельных фотографий есть, что помогает им залучать этих всех людей и других людей, которые видят, что о, это же мами, что они хотят, а мама хочет просто, чтобы заради еды, или таблетки, или чего-то, в принципе, не очень необходимое, готовилось миллион рублей, что делать. Такой принцип, как называется «демонстрируй, а не споведай». Это говорит о том, что очень много мы можем демонстрировать, но не демонстрировать. Ну, например, такая штука. Никто не хочет выписать на колу в барабанчике. То есть, когда мы делаем акцию, нам очень нужно подумать о том, что мы будем делать кутерную акцию, будем делать акцию кутеринариев, нам нужно подумать, насколько та акция, которую мы будем делать, будет приважной для тех людей, не только для нас. Хорошо, мы прийдем на акцию кутеринариев. Я уверен, что мы прийдем на акцию кутеринариев, я уверен, что мы прийдем на забег за нораду тварин. Нам нужно сделать так, чтобы эта акция была удобна для понимания для тех людей, которые живут поза зоной этичности, у них нет, они не понимают, что такое этичное ставление для людей даже не понимают. У них только споживатство, и нужно понимать, каким образом нужно понимать, каким образом будет идти на целую аудиторию. Поэтому никто не хочет играть на барабан, он не хочет сам играть на барабан, но нужно делать так, чтобы эта акция была удобной для людей. Просто они что брали, брали и играли. Каждый элемент имеет функции. Давайте сейчас проведем новый эксперимент. Это что такое? Мешок. Мешок. В нем солома. Давайте по черзи. Что можно с этим сделать? Склады на нем. Склады. Раз. Сидите. Два. 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 Его можно использовать как тест на альтернативное мышление. Его можно использовать как тест на альтернативное мышление. Каким образом? Ну, таким, как мы сейчас проводим. А, хорошо. Пять. Шесть. Утепление альтернативное мышление. Спалитель. Спалитель. Семь. Корм для тварин. Корм для тварин. 8. Это мы съездим. Еще мне. 10. Еще. Еще. Вуду. Вуду. 10. Картофель на кидаться. Картофель на кидаться. Картофель. Еще. Ароматерапия. Просто покидаться. Субь. 13. Вуду. 14. 15. Может быть. 15. Баласт витриней кули. По звуку будет висеть немножко. А, 16. Еще. Артем, давай. Висеть. Ты же пасист. Ага. Кину туда. Вон. Вон. О! Вон. 17. Еще. Вон. Вон. 18. Вик. Что-то литературное такое. Давай. Олег, ты же физик. Аааа. Кататаси на нем. Кататаси. 19. Олег. Можна будувати щось? Будувати будемо. Чучело. Чучело. 20. 21. Бачите, ми зараз просто з вами придумали 21 способ, яким чином можна використовувати цей мішок з сіном. І таким чином можна використовувати будь-що, що знаходиться навколо нас. Нам тут взагалі давало задачу, що робити з сірниками. Теж можна будь-що зробити. Будь-який елемент, який оточує нас, який ми використовуємо під час акцій, може бути використаним багатьматчинами. Наприклад. І ще дуже... Зараз про це ще приклад приведу. До того, що треба залишати людей, приймати участь в акції, не просто так, що це буде акція, якщо до кутра всі вийти на варшу, що утря – ні, утря – ні, на магазин взяти стой, там все, вулиці краса, і тому ще сам до голови. Ось. Не тільки це. А треба, щоб їм було цікаво прийти на цю акцію. Навіть якщо він... Ну, є в нього ж керезер зимтя, душо... Але йому цікаво. Та й прийде на цю акцію. Чому? Треба зробити так, щоб їм було цікаво. Ось, що зробили в Англії, здається, в них була акція проти вугільної станції. Вони зробили квест. Є мафа. Є скарби. Точка А, точка Б, є скарби. Туди там можна піти і зайти скарби. Ось. Вони їв, є маршрут. Треба використовувати надувні човни. Тобто це цікаво. О, це вже квест. Треба цілий вихідні на це витратити. Деталі, що в мене зараз мається. Але я просто розкажу, яким чином можна залучити, зацікавити людей, які не знаходяться поза зоною нашого розуміння про етичність світу, приймати щось. Вони люблять досягати мети, їм цікаво фан, розваги і всякі такі штуки. І ми дамо їм це. Нам просто треба зробити цю картинку.